Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра Михаила Лазуткина. Напомним, его подозревают в получении крупной взятки размером в 16 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Я подчеркиваю, что на сегодняшний день в отношении Михаила Николаевича имеется лишь показание одного лица. Лицо, которое даже уже при поверхностном ознакомлении с материалами уголовного дела скомпрометировало себя настолько, что нами поставлен вопрос о возбуждении трех уголовных дел по фактам мошенничества, совершенного с махинациями бюджетных средств. На предварительном слушании 26 сентября решением Центрального районного суда экс-министру продлен срок содержания подстражи на полгода. 8 октября состоится судебное заседание по рассмотрению уголовного дела, на котором прокурорам будет оглашено обвинительное заключение. Сама ситуация для Михаила Николаевича стала огромным шоком, как и для его семьи. Но руку он не отпустил, наоборот, эта ситуация его еще больше закалила. Он очень признателен всем тем, кто выражает ему поддержку, верит в его невиновность. К слову сказать, он получает очень много писем посредством официальной почты почтового сервиса УФСИН, письма в поддержку. Его поддерживают многочисленные медицинские коллективы. На сегодняшний день в распоряжении адвокатов Михаила Лазуткина имеется значительное количество технических экспертиз, бухгалтерских исследований, а также других доказательств, которые, по их мнению, делают предварительное обвинение полностью неполноценным. Опыт Дениса Курочкина в должности прокурора позволяет оценить материалы дела более глубоко и сделать свои выводы. Именно понимание процесса расследования внутреннего возбуждения уголовных дел дает нечеткое представление того, что уголовное дело в отношении Михаила Николаевича – это недоуголовное дело. Таких дел быть не должно. По столь серьезным обвинениям, когда речь идет о взяточничестве, одних слов должно быть недостаточно. Должны быть объективные, жесткие доказательства, от которых, что называется, отвернуться невозможно. Стоит отметить, что Михаилу Лазуткину неоднократно предлагалось дать признательные показания. Однако он уверен в своей невиновности и не поддается на данные предложения. В нашем присутствии, в присутствии родственников Лазуткина, ему предлагалось дать показания, согласующиеся с версией следствия, в обмен на это выйти на свободу, на домашний арест, либо на иной мероприятие, не связанную с лишением свободы. Еще недавно подобные действия рассматривались как минимум, как преступление, либо должностной проступок, очень серьезный. Не должны меры процессуального принуждения использоваться как способ для получения нужных показаний, либо оказания давления на участников падения. Мы будем добиваться оправдания, Михаил Николаевич. Он этого заслуживает, я вас уверяю. Наталья Протаковская, Ирина Петрова, ЗАПТ-ТВ